Так, прибыли в точку. Хопа! Хопа! Ой! Вы это видите? Это всё от меня. Вспотела, как конь, как лошадь Пружевальского. Теперь моё любимое время — это купание. Сейчас идёт дождь. Вода очень тёплая. В воде теплее, чем когда выходишь. Такой забавный случай произошёл в зале. Я, кстати, купила себе помаду Tom Ford. И теперь у меня проблема с ношением маски. Но я её теперь делаю вид, что надеваю. Знаете, при входе, когда на тебя бросается охранник и говорит, надевайте маску! И ношу её потом вот здесь. Вот такая вот малышка. Помада просто прелесть. Первый раз в жизни мне так понравилась помада. Вот её нет на губах. Она кремовая. Матовые как-то не идут у меня. У меня их, кстати, уже и нет. Заехала за мужем. Сейчас поедем по делам. Ещё так волосы не досушила толком. Узнала я сегодня тайну одного треугольника Бермудского. Сейчас вам расскажу. В общем, закончился у меня срок у такой палеточки. Это палетка для бровей. Вот такая. Пользовалась я ей активно. Каждый день. Вот это под бровь. Вот это сама бровь. И когда стал заканчиваться вот этот вот ходовой товарищ, уже стала переходить вот на это. Кстати, вот этим цветом вообще не пользовалась. Он как-то у меня не пошёл. Хотя он такой под цвет футболки. Им даже я пробовала делать тени на веки. Но как-то он у меня и на веки не пошёл. Поэтому, ну, не пошёл и не надо. В общем, у палеточки закончился срок годности. Конечно же, я от неё избавляюсь. Я пошла в магазин. Думаю, ну, куплю себе такую же новую. Сейчас они... Вот кто видел герленовский стенд. Цвета точно такие же. Только они по-другому сделаны. Таким квадратиком. Зашла в один магазин. Нету. Зашла во второй. Нету. И в Литуале, и в Ревгоше в наличии нету. И я поймала сегодня девочку-консультанта. Она говорит, а вы знаете, их сняли с производства. Не ищите. То есть, может быть, вы где-то найдёте какой-то остаточек. Но, скорее всего, нет. Я думаю, ну, давайте посмотрим что-то у Шанель. Пусть не герлен, пусть там Шанель. Она говорит, а вы знаете, в Шанель тоже сейчас нет. Они все, и герлен и Шанель решили переобуться, переделывают упаковки. Все дружненько. Видимо, к осени какая-то осенняя коллекция выйдет. То есть, пока что для бровей вот такого вот ничего нет. Ну, я думаю, ничего страшного. Подожду выхода чего-нибудь новенького, и пока что обойдусь без палеточки для бровей. Буду, наверное, использовать и использую обычную, обычные тени. Потому что мне кажется, что всё-таки вот это, это и есть обычные тени. Просто их затолкали вот в такие упаковки, назвали тенями для бровей. И, ну, маркетинговый ход. Вот моё мнение. Потому что сейчас я использую другую, обычную палетку с тенями, тоже герленовскими. Только делаю брови. И вот как-то, ну, брови как брови. Ничего такого с ними не случилось. Поэтому я даже подумаю, нужна ли мне вообще палетка специальная для бровей. Посмотрим. Следующая потеря. Это вот такая вот палетка. У неё закончился срок годности 1 августа. Сейчас покажу. Вот такая вот красотка. Это румяна. Самые используемые у меня были цвета. Вот этим растушевываешь. Вот этим, ну, делаешь всё остальное. Вот это интересный такой был. Ну, видно, что тени уже превратились в какое-то ужасное. Вот этими почти не пользовалась. Ну, кстати, можно теперь в них лазать пальцами. Ну, видно, да, что как мука. Они стали как мука. Вот эти вот... Конечно, жаль, что их осталось так много и нужно выкидывать. Я не пользуюсь просрочкой. Даже мыслей таких нет. И хотите, расскажу секрет? Может быть, кто-то об этом не знает. На всех тенях с обратной стороны или с какой-то... Ну, с обратной обычно стороны есть вот такой вот значок. Открытая баночка. И на ней стоит цифра. На этой палетке цифра 6. Это значит, что после вскрытия упаковки тенями можно пользоваться 6 месяцев. Затем... Вот что затем с ними делать? Это огромная порция теней. Вот если вы визажист... Да, все круто. Вы, скорее всего, ее добьете. Но если вы не визажист... 6 месяцев... Как? Даже если краситься каждый день, делать себе какие-то фантастические макияжи... Как румяна вот такие огромные бодейки можно добить за 6 месяцев? Конечно же, я пользовалась не 6 месяцев. Ну, до срока годности. До 1 августа 2020 август наступил. Поэтому... Минус боец. Вот такой. Очень жаль. Не знаю, кстати, буду ли я еще покупать вот такие палетки. Потому что в этот Новый год, который был, тоже вышла такая же герленовская палетка, только еще больше там цветов. Она, по-моему, еще больше. Но если я еще раз увижу вот это вот 6 месяцев, я такие тени брать не буду. Но в этом нет никакого смысла. Либо это пусть будет однушка, настолько ходовая, чтобы вот каждый день я ей пользовалась и я ее чтобы добила. Хотя, смотрите, осенило меня только что вот сколько нужно теней, чтобы за 2 года их не добить. Но на брови нужно меньше теней, согласна. В общем, это очень много и ни к чему. Я вот не буду больше покупать такие большие бадьи. Ну, или буду. Не знаю. Надо будет очень-очень думать, что покупать. Следующее. Хочу избавиться вот от такой малышки. Это Минька. Не помню, в каком-то наборе она шла тоже податочном. У нее тоже стоит вот этот срок 6 месяцев. Конечно же, я использовала ее больше, потому что мне понравились тени. Особенно вот этот вот. Где чистый палец? Вот этот он такой мягкий, шелковистый. Такой. Чуть-чуть видно. Ну, видно, что они уже тоже стали портиться. Такими колтунами идут. Ну, как мука. Фу. Я носила эту палеточку с собой в спортивной сумке. Иногда так, знаете. Ну, мало ли. Куда-то захочется пойти после зала. Выкидываю. Выкидываю. Затем. Вот такие две однушки. У них срок годности закончился год назад. Но они у меня валялись глубоко далеко в шкафу. И я про них так помнила смутно. Но когда у тебя есть герлен, зачем ты будешь пользоваться вот такой вот... Хотела сказать ерундой, но не скажу. Тени хорошие. Когда они свежие и хорошо наносятся. А когда они уже подпорчены, то нет никакого смысла. Конечно же, выкидываю. Так, затем вот такой вот хайлайтер от MAC. Он уже закончился лет 150-200 назад. Ну, не пользуюсь я хайлайтерами. Я не пользуюсь ни хайлайтерами, ни бронзерами, ни румянами. Вообще всем, что нужно наносить вот на чистую красивую кожу, я этим почему-то не пользуюсь. Ну, не хочу. И как-то у меня это не идет. И я не вижу в этом никакого смысла. Ну, все мы разные. Кто-то хочет пользоваться, кто-то нет. Я нет. Все. Вопрос решен. Никаких рубян у меня в покупках больше не будет. Ни тем более вот такой вот ерунды бестолковой. И еще одна палетка у меня есть. С которой теоретически тоже хорошо бы проститься. Хотя у нее срок годности еще год. Вот такая вот палеточка. На банке написано 6 месяцев. На банке вот этой с крышкой значок. Конечно же, 6 месяцев уже прошли. 6 месяцев назад. Она у меня где-то год. Эта палетка. Вот такая. Из этой красоты я пользуюсь только вот этим перламутровым и вот этим коричневым. Как-то я ее так распробовала. И мне она даже чуть-чуть... Ну, вот эти два цвета стали нравиться. Розовый и вот этот красноватый вызывают у меня такой болезненный вид. Очень отвратительно смотрится. Синим я не пользуюсь. Вот есть ли смысл хранить ее ради вот этих двух цветов? Они у меня есть вот в других палеточках. И не знаю, как с ней быть, что делать. Может быть, бросить ее в спортивную сумку. И может быть, она мне когда-нибудь и пригодится. Ну, вот честно, не знаю. Пальцами лазать не буду, потому что я еще все-таки планирую ей пользоваться. Вообще, я стараюсь пальцами в косметику не лазать и не делать вот эти вот сводчи. Ну, на хорошей косметике. В общем, брошу ее в машину, в сумку спортивную. И пусть она там поваляется. И я посмотрю, обращаюсь ли я к ней. Да. В общем, вот такое у меня сегодня расхламление. Вот столько косметики сейчас меня покинет. Это целая не рота, это целый корпус. Ай! Корпус Османа Паши. Если учесть, сколько у меня ее осталось. У меня осталось две палеточки. Ну, большие, такие многоцветные. В принципе, мне их вполне хватит. Вот по большому счету. Да, сейчас подниму ее. Так что, вот такие дела. Может быть, что-нибудь себе куплю такое. Но знаете, что мне хочется? Вот чтобы это было супер подходящее мне и чтобы я этим пользовалась. И все-таки допользовала. Вот пусть это будет какая-нибудь вот такая однушечка. Потому что нет смысла в огромной палитре, если ты пользуешься из палетки одним или двумя цветами. Нужно найти вот для себя такой вот идеальный, идеальный цвет на каждый день. Потому что, как показывает практика, мы каждый день красимся одними и теми же цветами. То есть, ну, мы не красимся красными, синими, вот завтра желтыми, потом зелеными. Так быстренько хоп-хоп пальцем нанесла и побежала. Поэтому нужно как-то найти себе... Сейчас даже в магазине не дают потыкать пальцем в палетку. Вот как подобрать? Ну, как-нибудь подобрать. Какой-нибудь хороший, люксовый, одинокий вот такой вот цвет. Поехали. 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 Поехали.